Приветствую вас. Я не думаю, честно говоря, что можно сколько-нибудь конкретно ответить вам на ваш вопрос с учетом той информации, которую вы предоставили. То есть вы говорите о том, во сколько вы просыпаетесь, вот, а вы говорите, в принципе, всё. То есть вы говорите только о том, во сколько вы просыпаетесь всё время. Это время, оно значит что-то для вас, но оно ничего не значит для нас. Не в том смысле, что нам всё равно скорее, а в том смысле скорее, что, как бы так сказать, в том смысле, что мы не понимаем, мы не понимаем скорее, что нам делать вот с этой информацией, которую вы, к примеру, предоставили. То есть нам вот непонятно, что нам делать с этой информацией, ибо она для нас вообще ничего не значит. То есть, ну мы не знаем, например, вашу историю жизни, да, мы как бы не знаем, что вы переживали в последнее время, да, потому что вот совершенно очевидно, что ваше просыпание связано именно с этим, так как, вероятно вам что-то снится, например, ну вот. И, этот сон имеет, допустим, допустим, ну допустим, этот сон имеет, ну пусть, пускай этот сон будет иметь какую-то ассоциативную цепочку. Да, то есть вот, ну пускай, пускай он будет иметь какую-то ассоциативную цепочку, допустим. И вот, понимаете, как бы ассоциативная цепочка, которая длится у вас в подсознание, которая протекает у вас в подсознание, она известна только вам, например. И как бы вот можно наводящими вопросами, да, например, можно выяснить, допустим, ну того же психоанализа, да, например. Можно попытаться понять, что это значит. Вот. И вот методом, допустим, свободных ассоциаций можно выяснить, что это действительно значит. К примеру, к примеру, да. В целом, в целом, если, ну если говорить о том, значит, что как бы происходит, да, то я думаю, что у вас есть какое-то переживание, которое, ну, для вас оно, это переживание чересчур важно. Вот. Вы его, это переживание для себя не завершили. Вы до сих пор как бы в этом переживании находитесь, вы до сих пор, вас до сих пор эта история волнует. Вероятно. Ну, с этим переживанием. Вот. Ну, вас это беспокоит. Вас это беспокоит. Вас это беспокоит. Вот. И, соответственно, соответственно, поэтому, как бы, ситуация такая. Вот. Понимаете? То есть, ну, вот мне, по крайней мере, видится так. По крайней мере, мне. То, что вы описываете, то, о чем вы говорите, мне видится так. Представляется мне таким образом. Вот. Я могу ошибаться. Конечно же. Безусловно, я могу ошибаться. Вот. Но. Тем не менее. Такой вот момент. И, как бы, более точно, вот именно более точно. мы можем вам помочь, если только вы предоставите нам больше информации, больше материала для анализа. Если, конечно, вы реально хотите решить свою проблему. Вот. А вот, в принципе, так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Я понимаю, что этого, это не много, я понимаю, что этого мало возможно вам. Вот. Может быть даже, скорее всего, мало. вот. Но. Но. Тем не менее. То есть, тут либо в жизни что-то у вас происходит, какие-то, какие-то переживания напоминают о себе постоянно. Вот. Либо вы видите какой-то сон, который вызывает у вас какие-то ассоциативные переживания. Вот. Вот. С этим нужно работать. С этим нужно работать. И в процессе анализа обязательно будет некий результат. он будет в процессе анализа, который и приведет нас к желаемой, к цели, к цели понимания того, что скрывается за вашими чувствами, затем, чтобы представить, почему именно в это время. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok